Всем привет! Давно мы с вами не разглядывали вещи с шиин. Мне прислали новую посылочку на обзор и в этот раз она шла неимоверно долго. Номер для отслеживания был и заказала я в начале августа. То есть это были прям первые числа. Сегодня 3 сентября и я ее только-только получила. Доставка была курьерская, то есть в предыдущие разы я получала по почте. А в этот раз была опять курьерская доставка. Я, честно говоря, не понимаю, как это отслеживать на сайте, курьерская будет или на почту. Но мне курьерской доставкой получать проще. Они хотели на дом приехать, но я попросила отправить на пункт выдачи, забирала сама. Ну и пришел вот такой пакетик с обозначением шиин. И каждая вещь, каждая была упакована индивидуально. Большинство из них вот в таких пакетах с замочком. Я их потом использую. Кстати, вот когда даже куда-то еду в путешествие, очень удобно именно вот таким способом закрывать какие-то предметы, вещи внутри. И здесь еще это все проветривается. Здесь есть дырочки в мешках. То есть даже мешочки пригождаются. Ну и начнем с платья, которое сейчас на мне. В общем, девочки, я давно смотрела на это платье. Оно есть в нескольких расцветках. Но решила заказать светлое. Слушайте, отличается настолько цвет тот, который я видела на сайте, от того, что пришло. Пришло какое-то ярко-розовое. Ткань, мне казалось, будет тоньше, шелковистее. Шелковистее. Пришло более плотное такое. Не то, что не струящаяся, но более плотная ткань такая, тянущаяся. Видите, она еще и разноцветная получается. Рукава здесь разлетайки. Это все не очень хорошо смотрится. В общем, я это платье заказывала. Еще думала, может быть, потемнее какой-нибудь оттенок на осень, на зиму. Все-таки сезон уже с летнего менялся. Но почему-то, вот, видимо, лето еще было. И мне хотелось светлых оттенков. Заказала. По-моему, оно было персикового цвета на сайте. А пришло вот такое ярко-розовое. Девчонки, ничего не гладила. Бегом снимаю, потому что на этой неделе у меня очень насыщенно. И единственный вечер, единственные 30 минут, когда я могу этому посвятить, это сейчас. Поэтому прошу прощения за то, что вещи будут не отглаженными. Но нам же главное с вами понять, в размер, не в размер, да, какая фактура ткани. Это я сейчас все-таки попытаюсь вам передать. Ну и вернемся все-таки к платью. Село оно на фигуре идеально. Просто идеальнейшим образом. Я взяла размер S. И мы сейчас с вами обмерим мои параметры, чтобы понять, на какую фигуру оно подойдет. Ну, по поводу рукавов. Если стоять вот так, то вроде бы все нормально смотрится. Но когда начинаешь делать движения руками, то здесь уже открывается внутренняя вот эта часть. Я не знаю, какого цвета она будет у более темных вещей, да, то есть у черного. Ну, возможно, не так будет сильно видно, но здесь прям белесый такой оттенок. И я это платье, ну, вряд ли буду носить, если честно. Только если, наверное, летом. Поясок у него есть достаточно длинный, и он нигде не закрепляется. Я вам наврала, я сразу это не обнаружила. То есть здесь есть из ниточек сделанные такие, как это называется, в общем, куда можно вдеть поясок. Все у меня, вот все швейные темы у меня вылетают из головы, как только я начинаю показывать вам платье. Но я не швея, и на уроках труда я не очень любила шить и вообще не люблю шить, ни пуговицы пришивать даже. Для меня это просто из области потустороннего мира. В общем, я не швея и не знаю, как что называется правильно, поэтому прошу меня простить. Ну, в общем, штуки, за которые крепится ремень, здесь есть. Позади платье очень длинная молния. Она вот до этого места, и на стыке вот этого шва на талии, даже шов вот этот выше талии получается, достаточно трудно было мне продернуть замок. Я просила помощи, я сама так и не смогла. Ну, и давайте посмотрим параметры. Я прямо сейчас при вас замерюсь, потому что я на самом деле этого давно уже не делала. И по самой выступающей части бедер 95 сантиметров у меня. А животик есть, тут, кстати, платье подчеркивает, с очка она прям очень-очень сильно прилегает. Сейчас мы измерим талию. Было, кстати, 96 до похудения. Талия была 76, сейчас посмотрим талия 72. То есть, можно даже чуть пониже опуститься, будет 73. 72, это я вот здесь мерила. Давайте вот примерю еще на той части, которая у нас подчеркнута швом. Здесь 69 сантиметров. Да, вот так, ничего себе. Вот это я схуднула, так схуднула. Ну, вот обратите внимание, что обязательно нужно белье телесного цвета, такое, как сейчас у меня, чтобы оно не просвечивало. Бесшовное белье сейчас надето в нижней части. Ну, и большой разрезик есть. Вот, почему-то я перестала входить. Немножко подкорректирую сейчас. Так, вот, настроила камеру, отхожу подальше. Вот так смотрится издалека. И вот так сзади смотрится разрез. Ну, что, и пояс, достаточно длинный пояс. На хороший банк завяжется. Широкий. Переодеваюсь. Следующая вещь, это топ, который я приобрела для того, чтобы носить под жакет, под, допустим, кофточку какую-нибудь. И взяла в размере М, потому что в размере С не было. Но, как правило, между С и М очень небольшая разница в размере. Я подумала, что, ну, ничего страшного не будет. Но оказалось, что получилась полная ерунда. Он мне широковат здесь. Ну, я думаю, это легко можно исправить, убрав просто вот по боковым швам. Для кого-то, может быть, и так нормально кажется, да, вроде нигде ничего не висит, если на первый взгляд посмотреть. Но я сейчас повернусь спиной. Ну, и обращаю ваше внимание, что, конечно, нижнее белье нужно сверху надевать без каких-либо лямок. Что еще по поводу топа? Топ двойной. То есть, здесь есть вторая подкладочная ткань. Она, кстати, точно такая же, как и верхняя. Ничем не отличается. Он двойной. Ну, вот светлое белье на мне, кстати, бюстгальтер Фаберлик, который должен держаться без лямок. Я их просто спустила, и нифига не держится. Я боюсь, что сейчас все это упадет. Так, ну и со спины смотрим. Та-дам! Застежку видно. Здесь многовато. Красиво, конечно, красивый крестик на спине получается. Но все-таки из-за того, что он мне широковат, сзади на спине есть вот этот провисник красивый. Ну, и, конечно, хочется его подтянуть для того, чтобы нижнее белье не так выступало. И посмотрите, что в области шеи. В области шеи здесь вот так вот все перекрещено и завязано. Ну, в общем, я думаю, что каким-то образом его исправить можно. Подтянуть, чтобы не видно было белье. По бокам ушить. Ну, или просто заказать свой размер. Конечно, я думаю, S был бы лучше, но, к сожалению, на момент заказа этого размера не было. Ну, и я опять чуть-чуть прогадала. Это вторая вещь, с которой я прогадала. Дальше. Очень нам понравился купальник. Мы с дочерью уже заказывали такой купальник один и заказали с другим низом. В нашем исполнении, я его даже примеряла на камеру, был вот такой купальник верх бандо белый и две бретельки. Можно с бретельками, можно без бретелек. То есть здесь уже кому как нравится, их можно снять, а можно и прицепить. Здесь есть для них петельки и внутри чашечки, которые тоже вынимаются. Низ у нас был красного цвета. В этот раз дочь сказала, мама, я хочу еще персиковый такой же купальник. Ну, на доченька, пожалуйста. Заказали в размере S, как и в предыдущий раз. S был красный и S персиковый. Я на себя спокойно этот купальник надеваю. Мне хороший верх и хороший низ. И красный я мерила. И вот этот. То есть здесь все нормально, полное совпадение. Все хорошо с этим купальником. Здесь, кстати, вот есть еще гигиеническая штука, которая уже по всему купальнику, по-моему, прошлась и в итоге отклеилась. Но возвращать его не собираюсь, потому что этот купальник нравится. У него, видите, V-образный вырез у плавок. И кому интересно, можете такой же красный посмотреть в предыдущем видео Шиин, где я показывала этот купальник прямо на себе. Ну и по качеству, что могу сказать. Я сейчас внимательно его смотрю. И ничего, ничего такого страшного не вижу. Все шовчики хорошие. Единственное, я не могу понять, что вот здесь вот такое телепается внутри. Видно вам или нет, наверное. Не знаю. Мне кажется, там резинка какая-то торчит. И как бы не пришлось это все подпарывать, чтобы понять, что там. Вот. Вот так будет видно. То есть что-то прячется внутри. Я не знаю. Но в целом все. Я посмотрела. Никаких дырок нет, кстати. В прошлый раз какая-то дырочка у нас была сбоку. Но я ее зашила. И мы прекрасно гуляли с дочерью в этом купальнике. Отпуск. Эту вещь я заказала для дочери. Она очень любит вот такого вот плана вещи носить в школу. И таскала мою блузку из Остина вот по типу такого же кроя. Когда на рукаве вот здесь есть резиночка, V-образный вырез. Но только у меня она внизу еще тоже на резиночке. А эта свободная внизу. Размер S сейчас на мне. И, кстати, хорошо села мне и по плечам. И дочери, значит, будет хорошо по плечам. Не будет задираться вот сюда, как у нее. У нее плечи пловчихи. И они немножко шире обычных. Хотя вроде визуально это не так заметно. Но заметно становится, когда начинаешь подбирать ей вещи. Стопроцентный полиэстер, по-моему, у этой блузки в составе. Ничего живого в ней нет. Но она и в ней не жарко. Я стою сейчас, мне было бы... Знаете, вот вещи одеваешь и сразу понятно, будет жарко или не будет жарко. И некоторые синтетические вещи, они, видимо, или настолько плотная ткань, что она сразу перестает дышать. Сразу понятно, что в этой вещи ты ходить не сможешь. В этой вещи ходить можно. Она немножко стеклянная на ощупь, жестковатая. Но в целом я не могу сказать, что она где-то колется или хочется ее снять неприятно. Нет, такого нет. Я сейчас отойду подальше и покажу, как она смотрится издалека. Получается, внизу за счет того, что здесь резиночка образовывается небольшой фонарик. Очень мне нравится, как она смотрится. И сзади. Здесь у нее на плечиках присборена ткань. Мне кажется, она немножко как будто из каких-то таких 80-х годов. Из-за вот этих защипов на плечах. Но это определенный шарм какой-то дает. Не знаю, мне кажется, дочь скажет, что ей глубоковатый вырез. И буду носить я. Я буду, конечно, носить с удовольствием. Потому что я люблю, вот конкретно так, я люблю быть одетой. Мне нравится. Ну и за счет того, что рукавчики легкие, такие воздушные, можно будет и под какой-нибудь жакет надеть, или под джемпер. Кому что нравится, кому как угодно. Резинка здесь не тугая. Посмотрите, есть еще расстояние. Есть еще запасик на полноту руки. У меня размер S. Эта вещь тоже была заказана для дочери. Тоже для того, чтобы ходить в школу. И не очень много было как раз в начале августа на сайте вещей. Мне лично предложено по моей ссылке блогера. Именно осенних. И приходилось выбирать, ну прямо из очень ограниченного количества. Хотелось, конечно, побольше. Взяли вот эту водолазку. Сера-молочного такого оттенка. И вот как я сейчас, честно говоря, распаковывала всю одежду быстро-быстро. И понимаю, что я не могу найти пакет. Понять, какого размера я ее заказала. Но, судя методом исключения, я нашла, что это размер S у нее был заказан. Потому что на горловине ни с одной стороны нет ни ярлыка, ни размера. И непонятно, в общем, какой это размер. Даже нет с боков. Тут, кстати, есть, может быть, здесь. Может быть, здесь что-то написано. Нет, размер не написан, написан состав. А, вот, S. Ну, что же я? Что же я наговариваю? 65% хлопок, 35% полиэстер. Размер S. Вот эту вещь надо было заказывать на размер больше. Из-за того, что мне лично короткий рукав. Но у меня чуть-чуть шире плечи, чем обычно. Кстати, по плечам хорошо села. И руки чуть-чуть длиннее, чем обычно. Бывают. Ну, смотрите. Я бы тоже, может быть, на вашем месте не рисковала. Так как это лапша. Вот прям лапша. Она вообще в свернутом виде очень маленького размера. Эта водолазка. И я ее, когда вынула, я думаю, ну, если она растянется, это будет очень круто. Она растянулась. Я в нее вошла. Дочка тоже войдет. Но ей рукава будут еще короче. То есть у меня они до косточки не доходят. Здесь сантиметра, наверное, 4. Будет еще у нее короче. Ну, разве что вот так носить тоже как вариант. Я, в принципе, так и ношу. Никогда кофты не натягиваю до конца до самого. Я люблю действительно вот так носить. Поэтому думаю, что и дочь тоже будет. Мы еще выбирали водолазку так, чтобы около лица был светлый оттенок. Чтобы не серый, не черный, не коричневый. Именно светлый. И вот эта водолазочка нам как раз этим и понравилась. Что она у лица светлая, а здесь серенькая. Ну, и сзади у нее симметрично получается. Также скошен светлый оттенок. Один рукав белый, другой серый. Очень интересная. Мне она очень нравится. Комфортная к телу. Все-таки хлопок есть в составе. И мне кажется, он там действительно есть. Потому что она не колючая. Она достаточно мягкая, эластичная. Ну, и, конечно же, лучше бы я заказала М или даже Л. Ну, хотя Л, наверное, когда ты покупаешь сильно большого размера лапшу, то размер Л в этом случае начинает сильно много давать вот этих вот некрасивых складок. И получается не очень. Ну, вот М, наверное, была бы в самый раз. И я, кстати, вам все замерила, кроме объема груди. Ну, я меряю сейчас бельем. Это сейчас для понимания того, как сидели на мне предыдущие блузки, топик на бретелях. Ну, и вот эта водолазка. Сейчас у меня здесь 83 сантиметра. Вот до чего доводит похудение. С 80, по-моему, 8. У меня все ушло. Ну, ладно. В общем, не об этом сегодня речь. А о том, как сидят вот эти вещи. Стоит их заказывать или не стоит. Ну, и подведем итог. Розовое платье, с которого мы начали, я однозначно рекомендую заказывать. Но я бы просто порекомендовала в другом оттенке. Потому что этот слишком барбишный. Вот сейчас, когда накатила тучка и полил дождь, стал такой какой-то приглушенный свет. И это платье выглядит вот прям явно, как оно есть. Ярко-ярко-розовым, никаким диперсиковым. И оно действительно такого цвета. А вот какое-нибудь черное, например, если вам идет этот цвет. Я не помню, какие там еще были оттенки. Но посмотрите, девочки, однозначно можно брать. Оно эластичное. Оно хорошо садится по фигуре. Ну и... Правда, да, у него состав такой, да, оно тоже стеклянное. Но достаточно приятное к телу. И обращайте внимание, да, как оно сидит на мне. Что у него подчеркиваются там всякие нюансы фигуры. Полиэстер 95%, спандекс 5%. Можно стирать в машинке. Следующий топик, который я вам показывала, это топик на бретелях. Тоже здесь стопроцентный полиэстер. И здесь я не угадала с размером. И я вам рекомендую брать тот размер, который вы носите. Потому что М-ку я ношу реже, чем не М-ку. И вот надо было, конечно, брать С-ку. Если бы она была. Купальник тоже могу сказать. Купальник идет в размер. Если вы носите С, можете брать. Если у меня дочь носит XS, ей он так немножко посвободнее был, чем мне. Но не сваливался. Даже когда она каталась с водных горок, он с нее не сваливался. Она в нем хорошо себя чувствовала и специально для горок надевала. Ну, на море белый купальник надевать дело неблагодарное. Он через какое-то время становится серый. Если море с песчаным дном. Если с галькой, то, конечно, не испортится. Ну, вот у нас был песок. Мы в белых купальниках. Я, кстати, покупалась и испортила все-таки купальник. Ну, и вот эта блузка тоже идет размер в размер. И я ей очень довольна. Однозначно буду носить. Так же, как и вот эту водолазку. Она мне очень нравится. Не знаю, но дочь, конечно, заберет. Скажет, мама, это мне. Насчет рукавов посмотрим, как ей будет. Ну, в общем, довольна. Всеми вещами просто были свои нюансы. Девочки, абсолютно на все вещи есть ссылки под этим видео. Вы можете прям по ним проходить. И уже из этой ссылки будет видно, какие есть расцветки, какие есть размеры. То есть на сайте искать не придется. Также оставляю вам ссылку, как обычно, на промо-коды. Обязательно пользуйтесь. Делайте свои заказы дешевле. Ну, и приятных вам покупок. Если еще какие-то вопросы остались по этим вещам, пожалуйста, задавайте. Ну, и скажите, что бы вы хотели увидеть в следующих обзорах. Вдруг мне предложат еще что-то выбрать, что бы вы хотели посмотреть. Я вот очень давно хочу купить какие-нибудь брюки темные, такие офисные, черные, коричневые, не знаю, темно-синие. Потому что вот их всегда даже в магазине купить проблема. И хочется примерить что-то здесь из шеи. Если вам интересно, давайте закажем. Ну, опять же, если это будет у меня предложено в заказе. Но все-таки, что вы хотите посмотреть, ссылки кидать не получится. Но просто скажите, давайте, Марин, там посмотрим такие-то вещи. Я постараюсь просто под ваше желание все это заказать. И мы вместе с вами посмотрим. Брюки, кстати, я как-то раз заказывала из вискозы. Они были на резинке. Они были здесь объемные, широкие, такие как бананы. Я их заказала. И они мне были очень классно подошли. Но когда я их постирала в стиральной машине, при 60 градусах они просто укоротились так, что они мне чуть ниже колена стали. И я их не смогла больше носить. Всегда следуйте инструкции на этикетке, по стирке. И тогда таких проблем не будет. Мне очень жаль, что я не могу в них ходить. В общем, такие, если шароваристые брючки на шее, ну, видите, берите свой размер. И за все говорить не буду. Подборкой размера пользуйтесь. Там есть такая интеллектуальная подборка. Она учитывает даже такие нюансы, какие размеры вы носите в других марках. То есть там все это заложено. И я, допустим, выбираю, что я в Заре покупаю брюки 36-го размера. Ну, вот эти вот, например, да, которые сейчас на мне. И они уже, зная, какие там посадки, какие там размеры, с этим учетом подбирают вам размер. И меня сайт уже запомнил. Я когда выбирала платье, он мне написал, что 86% для меня подойдет размер S. Я даже уже там ничего не вносила. У него там где-то какая-то, видимо, память есть. И он мне предложил сразу, что вот мне прям практически, да, ближе к сотне, что мне подойдет S. И я не пожалела, что это S. M было бы, наверное, больше мешковатости в этом платье. А в таких обтягивающих и эластичных моделях это точно лишнее. Ну, в общем, пользуйтесь, девчонки. Сайт становится все интереснее и все больше. И, к сожалению, у меня нет возможности заказывать все, что я хочу. Я заказываю только из той ссылки, которую получаю. Поэтому мой выбор ограничен относительно вашего. Вы можете заказывать гораздо больше вещей. Там просто, мне кажется, если зайдешь на сайт, можно потеряться на нем реально. Ну, желаю вам приятных покупок. Еще раз напоминаю, что вы можете задать вопросы, воспользоваться ссылками под этим видео. Ну, а с вами была Марина Соловьева. До новых встреч. Увидимся на моем канале. Подписывайтесь. Пока.